здравия правдоруба ну что последнее наше путешествие было в дальний космос где мы с вами рассматривали различные галактики которые естественно с земли не видны вооруженным глазом вообще галактики не видны невооруженным глазом кроме одной андромеды то есть все светила звезды которые мы видим на нашем небе это звезды нашей галактики многих раздражает слово галактика или звезды но мы же не можем это называть лампочками на куполе это будет тоже некорректно что это такое на самом деле точно мы не знаем потому как телескоп может выполнять функцию микроскопа но у ученых есть свой взгляд на эту проблематику они там сами в нем ковыряются и как я говорил астрономия в принципе совершенно бесполезная наука для человечества или у вас под рукой есть достижение астрономии вы можете чем-то похвастаться как в быт или прогресс человечества вмешивается астрономия подскажите мне эти светящиеся объекты могут помочь разве что в навигации но это только при при определенных погодных условиях а уж какие-то там квазары черные дыры и тому подобные материи и энергии нужны человечеству как собаки пятая нога поэтому правильно что отменили астрономию в школе но жаль однако что не ввели астрологию вот астрология это совершенно уже другой масштаб народ гораздо больше пользуется гороскопами чем какими-либо таблицами астрономическими звездных величин или тому подобное потому как я сказал астрономия человечеству ничего не дает ощутимого тем более астрономия дальнего космоса да эти объекты действительно есть их можно наблюдать фиксировать но они никак нам не помогает в изучении формы земли поэтому мы потихонечку будем возвращаться из дальнего космоса на нашу грешную землю но только потихонечку чтоб ничего не пропустить и кстати почему грешную землю что еще за выражение такое да люди на ней грешат но земля сама по себе по-моему безгрешно как вы считаете а то что она да куда мы можем видеть больше плоская чем круглая я вам сейчас это наглядно покажу о мкс пролетели видеофак как говорится мкс с космонавтами это конечно больше тема тимовского но меня вот терзает мутные сомнения знаете всегда нам показывают как космонавтов готовят в космос усаживают их то одевают их вернее там 23 человека плотненько усаживают их выход капсуле которая полетит к станции эта капсула узкая там особо не развернешься и вот когда они прилетели к мкс состыковались нам обычно показывают как их уже встречает в тренингах когда они выплывают в общий корабль а тот момент когда они вылазят из своих скафандров которые им помогали одеваться там 23 человека усаживали их в эти сиденья как они оттуда выбрались где они там все втроем разделись и почему этого до сих пор нету на видеокадрах это было бы ведь забавно посмотреть как они там корячатся ну и опять же наблюдать надо мало ли что может случиться а вот я сколько не листал интернет таких кадров не видел ну может быть адепты космонавтики скажут они не в этой капсуле раздеваются потому что там действительно места нет если там один костюм снимешь он займет все пространство но где камеры наблюдения за ними неужели нету ни одной камеры видеозаписи где это бы нам показали если кто-то найдет такие кадры я лично не нашел скиньте пожалуйста в комментариях то уж больно как то все это подозрительно то есть технически до этого нет проблем а про по мкс наблюдал ее 3 дня ровно в 12 часов ночи она пролетала с юга запада на северо-восток почему именно это было мкс ну не первый раз ее наблюдаем очень яркая звезда поярче сириуса с определенной скоростью движется в определенном направлении это не было похоже на те спутники якобы маска которые были запущены мы светились тоже дай боже но скорость была медленнее и летели они ниже хотя чем ниже летит спутник тем быстрее должна быть у него скорость чтобы не рухнуть на землю но это дело такое третье и пусть даже это было не мкс дело в том что в 12 часов ночи этот спутник находится если он находится надо мной а он находился надо мной значит он находится диаметрально противоположно к солнцу а так как он не высоко летит над землей то тень то от земли должна быть если земля шарообразная и в 12 часов ночи она точно находится диаметрально противоположно спутнику но тем не менее спутник ярко светился на всем своем маршруте это объяснить можно только тем что солнце на него попадает постоянно иногда до спутники тухнут говорят якобы они в тень земли залетают нет просто угол освещения меняется и свет больше не отражается и не видно вот и все а так называемые спутники маска которые будоражат население и это видно хотя бы по комментариям вот под этим моим роликом где сотни таких наблюдателей говорят что видел того столько-то во столько-то 60 80 штук устал считать ну и сам я их конечно видел то в средствах массовой информации об этом совершенно ни слова как будто бы этого и не происходит если это корабли маска то они должны были занять свою позицию на определенных высотах но этого почему-то не происходит с постоянной регулярностью вереницы светящихся объектов на небольшой высоте но относительно небольшой и на небольшой же скорости пролетают над нашими головами как я уже говорил площадь этих спутников по тому же маску она там два по-моему или сколько-то квадратных пусть 6 квадратных метров вместе с антеннами а яркость этих объектов соответствует практически яркости или даже ярче чем отражение мкс которая 100 метров в длину 110 там что-то такое на 70 и как говорилось чем ниже объект к земле тем быстрее он должен двигаться чтобы на эту землю не рухнуть но здесь у нас какая-то вот непонятка ярко светится летят невысоко и летят не быстро средства массовой дезинформации молчат а интернет бурлит может быть это какие-нибудь нло вы будете смеяться но пентагон признал на официальном уровне что они засняли нло это произошло уже какое-то время назад вот в интернете вы можете найти много информации про это но теперь они просто признали что после долгого и тщательного изучения они пришли к выводу что это не опознанный летающий объект как вы думаете эти нло прилетают с далеких звезд до которых сотни миллионов и миллиардов световых лет и сами эти звезды может быть уже потухли а свет от них нам все еще идет и это те беженцы звезды коих уже потухли и теперь они присматриваются к нашей планете а как вы думаете или проще себе представить что это за нами кто-то присматривает да и лететь ты тут недалеко из-за поребрика да и технологию у них лучше учитывая то что люди и раньше наблюдали такие объекты но или подобные в достаточных количествах но их называли просто сумасшедшими можно предположить что да действительно эти объекты прилетают не за каких-то там тысячи парсек с других звезд а существуют здесь рядом с нами и чтоб нам это даже в голову не пришло нам постоянно показывают вот такие вот картинки из космоса где якобы с мкс и отчетливо и ясно видно что земля то у нас круглая ну что конечно не значит что она шарообразная но округлость ее и шарообразность якобы видно однозначно хотя давно уже ученые которые в общественной вот этой вот тусовки научно имеют какой-то вес объясняют и подсказывают космонавтом ребята ни с какой высоты закругления земли не видно для этого вы слишком низко над землей вам нужно удалиться хотя бы на дистанцию равную диаметру земли вот тогда оттуда может быть начнет проглядываться закругление об этом я тоже уже не раз показывал своих роликах но космонавты по-прежнему посылает нам вот такие вот кадры с орбиты глобус европы так откуда же прилетают эти неопознанные летающие объекты помните я делал аж три ролика про антарктиду где я показывал что над южным полюсом идет трафик непонятно откуда непонятно куда в огромном количестве так вот все три этих ролика youtube у меня удалил за нарушение прав каких-то пользователей и теперь как говорится это осталось только в воспоминаниях и у тех кто успел это скачать но это не отменяет тот факт что трафик то тем не менее там остался и это мы тоже когда-нибудь проверим я надеюсь ну а теперь перейдем непосредственно к изучению формы нашей земли и наглядному примеру где я вам четко покажу что никак не получается у глобофилов натянуть нашу землю на глобус но нельзя плоскость на стянуть на шары чтобы оставалась одинаковая картинка геометрия не позволяет а перейдем на канал вот к этому человеку у него много очень интересных роликов мы возьмем один или пару из них для наглядности так как здесь он снимает с фильтрами мы возьмем парочку видео от него где я вам наглядно тоже это покажу итак возьмем сначала вот это что здесь мы с вами видим он тут фотографировал горы на горизонте поднимаясь по возвышенности и делая по кадру через фильтр потом сложил все это между собой и получилась вот такая вот маленькая анимация по вашему мнению горы на горизонте уходят за закругление земли или прячутся просто друг за другом ну вот ощущение это вот через другой фильтр то есть если бы это был какой-нибудь мультик картонный кукольный то на плоскости эти горы так бы и выглядели при подъеме камеры не правда ли очень похожи но это так для затравочки сейчас мы с вами разберем действительно интересный ролик именно вот этот человек прилетел в лос-анджелес в малибу и будет с точки обозрения снимать гору которая находится на дистанции в 200 километров вот с этой точке на google карте мы и потом тоже посмотрим на фильтр 830 нанометров и на тысячу нанометров вот это 830 нанометров до чего дошли технологии раньше они были дозволены только военным ну а теперь и простой потребитель и посмотрите что мы с вами сейчас увидим обычно нам даже вот по радио говорят что сегодня видимость там 20 километров 15 километров а здесь мы с вами видим противоположное побережье залива на дистанции в 32-35 километров вот эта фотография сделана с этой же наблюдательной точки посмотрите какая резкость и четкость мы к ней еще вернемся вот это фильтр уже в тысячу нанометров мы сразу видим с вами что он намного темнее больше контрастность да и то что мы с вами сейчас увидим тем людям которые понимают то что они видят это будет конечно же кадры наслаждения и удовлетворения потому что они в очередной раз бесспорно абсолютно наглядно показывают что о шаре диаметром в 12 тысяч семьсот сорок два километра не может идти и речи причем даже близко вот так мы с вами видим это без фильтров но видно что ничего не видно его так мы видим с фильтрами мы отлично с вами просматриваем гору до которой 200 километров на заднем фоне а высота этой горы 3100 метров а теперь давайте на то же самое мы посмотрим в телескоп вот здесь мы с вами видим аэропорт диспетчерскую башню как взлетают самолеты и за городом сзади мы видим эту гору а теперь внимание таймлапс города побережье на дистанции в 32 километра мы с вами видим что люди гуляют по побережью мочат ноги в морской воде прям по краешку берега вот яхта проплывает отлично видно домишки которые там стоят и двухэтажные многоэтажные да и с обих людей обратите внимание а вот теперь давайте взглянем на эту фантастическую фотографию обратите внимание как гора на заднем фоне просто надвисает над городом дистанция напоминает 32 километра вот до этих домиков ну а чем дальше тем дальше как говорится и мы видим что холмики сзади за городом чуть-чуть выше крыш высотного дома вы посмотрите какая четкость даже фикусы в окнах видно а вот эти вот фотографии были сделаны с одного и того же места при разных температурах потому что адепты шарообразной земли говорят что температуры влияет на рефракцию мы к рефракции еще вернемся это еще то байка нижняя фотография была сделана пару лет назад на старенький какой-то фотоаппарат а верхние две уже на новый ну и мы видим что при разных температурах видно примерно одинаково при 45 фаренгейтах более четкая фотография у него получилось отлично видно и гору на заднем плане напомню высота 300 и вот он показывает откуда делали съемки слева это сделанная фотография с высоты 58 метров а справа фотография с высоты 62 метра ну и мы с вами четко видим как расположены горы сзади этих домов ну и давайте более четко разберемся вот по этой фотографии здесь нанесена шкала по которой мы легко сможем все определить и так гора высотой в три километра на дистанции в 200 километров должна быть всего 5 и 2 градуса высотой и эта линия расположена как вы сами видите сразу вот над пятерочкой а на деле мы видим что гора расположена на высоте достигает угла вернее 16 и 6 градусов то есть так как было бы и положено на плоской земле на плоской земле гора высотой в три километра на дистанции в 10 в 200 километров почти будет иметь 16 и 6 градусов высоты что мы с вами и видим и вот если попробовать вот эту фотографию натянуть на глобус на планету google то получится совершенно другая картинка вот это вот высокая гора которую мы видим на 16 и 6 градусов вот на этом вот глобусе будет высотой всего в 5 и 2 градуса и это мы с вами сейчас наглядно увидим потому что нельзя натянуть плоскость на шар не изменив геометрию ну вот на google планете мы с вами находим то же самое место это явно она малибу мы ставим нашего человечка сюда на смотровую площадку откуда велась съемка и мы видим что это то же самое место то есть мы видим что мы ничего не видим противоположного берега залива не видать дымка видимость 15-20 километров как обычно редко когда бывает дальше поэтому вы понимаете какие возможности нам сегодня открываются с применением такой оптики и таких фильтров мы можем видеть легко теперь на сотни километров и это видео это подтверждает сейчас мы с вами приблизимся к этому пляжу пляж находится на дистанции в 32 километра как я говорил так вот это вот левая пристань а вот это вот наша вот здесь сзади мы видим эти горы которые совершенно еле возвышаются над горизонтом вот эти вот две у нас на лодочной станции два дома полосатых которые мы с вами наблюдали на фотографии сейчас еще посмотрим более внимательно обратите внимание как на какой высоте находятся горы вот это и есть всего 5 градусов а должно быть 16 и 6 16 с половиной а здесь всего около пяти и как вы ракурс не меняйте вот эти дома видите посмотрите как они на фотографии стоят и как они здесь стоят и как не пытайтесь менять высоты или еще что-то ракурс точку вот что хотите вы никогда не получите на этом глобусе точно такую же картинку как реальная фотография или видео вот эти холмы все сзади они были выше вот этой многоэтажки а гора так вообще возвышалась прям над городом как я сказал хоть она и вдалеке была вот так это выглядит на гугл планете а вот так вот это выглядит в реальности вы посмотрите насколько гора нависает над городом до нее 200 километров значит должно быть 2300 метров на этой дистанции скрыты и мы бы видели только 700 800 метров но мы с вами однозначно видим что даже холмики которые в сзади этого города и те выше чем крыши высотных домов а уж про саму гору и говорить нечего она значительно выше всего города но на гугл планете это выглядит совершенно иначе давайте с вами посмотрим таблицу если мы в таблицу в объем параметры да я напомню 32 километра у нас до пляжа и с высоты 60 метров это снималось то у нас до горизонта где наш взгляд встретиться с уровнем земли или воды как хотите будет 27 почти 28 километров а объекты на пляже будут скрыты на метр-полтора на полтора метра почти то есть мы бы не смогли увидеть людей гуляющих по пляжу но здесь могут сказать конечно глобофилы а как же рефракция запросто хотя мы поставили фильтр это раз а по поводу рефракции я вам скажу очень важную вещь сниму пелену с глаз у многих но для начала давайте поменяем дистанцию на 200 километров и посмотрим сколько у нас горы должно было бы скрыться и так до горизонта у нас так и осталось 27 почти 28 километров а до горы у нас при расстоянии в 200 километров она должна была опуститься за линию горизонта за линию видимости на как я и сказал 2330 метров две третьих горы мы не должны видеть и она должна выглядеть так как гугл планета земля показывает на глобусе но мы-то видим ее по-другому и не только ее попробуйте я говорю получить ракурс вот этого вот города с этой точки на гугл планете земля я два дня потратил можете потратить своих два дня мало того абсолютно все фотографии вот сделанные там дальних гор на большие дистанции вы не сможете получить ни на одной фотографии такой же ракурс вот на этом глобусе планеты земля потому что плоскость повторяю нельзя натянуть на шар геометрия не позволяет и это наглядно видно но я уверен что глобофилы упоротые все равно найдутся будут рассказывать какую-нибудь чушь про рефракцию и теперь внимание снимаю пелену с глаз я вам конечно не кашпировский и не чубак но вы сами сейчас все увидите объясняя эффект рефракции то есть как объект поднимается из-за горизонта что мы можем его видеть они приводят следующий пример они кладут в кружку монету так чтобы ее не было видно потом доливают туда субстанции которые в 600 раз более плотная чем атмосфера то бишь воды и вуаля из-за разницы в плотности монету мы начинаем видеть потому что в разных плотностях разное преломление в этом и заключается наглая ложь они на голубом глазу но вы же знаете чем наглее ложь тем проще в нее верится да они показали как работает рефракция согласен но причем тут объекты которые находятся на высоте что я стою на высоте там 60 50 30 метров над уровнем моря что объект который находится на дистанции в 30 40 50 километров или 200 тоже на этой же высоте где плотность среды одинаковая не просто среда поменялась воздушная на водную в 600 раз плотнее стала а вообще практически не изменилась до рефракция в атмосфере есть однозначно с набором высоты меняется плотность вплоть до космоса где как вы говорите вакуум но по горизонтальной плоскости при одинаковом давлении при одинаковой атмосфере то есть при одинаковой среде какая к черту может быть рефракция а дисторсия да но не рефракция не дурите людям голову они это рефракцию вставляют даже в калькуляторы представляете но я понимаю да для звезд это еще может быть и правильно потому что атмосфера с высотой меняет свою плотность или фракция то бишь преломление идет постепенно закручивая свет как это выглядит я много раз показывал своих роликах на примерах а вы нам показываете абсолютную чушь где среда которая в 600 раз более плотно и естественно преломляет свет скачкообразным образом и никогда в однородной среде такого преломления не будет по определению или хотите поспорить но тогда вам нужно будет это показать на практике только уже не с водой а с воздухом вот на это я хотел бы посмотреть но что друзья мои теперь вам понятно как наукообразная интерпретация некоторых эффектов позволяет глобофилам дурить нормальным людям голову это наглая ложь которую я сейчас вскрыл без тени стеснения втюхивалась доверчивым бюргером как эффект преломления поэтому вы так далеко говорили а не можете вы видите за рефракции ну а некоторые вообще глумились по черному говорили так это вы видите мираж и так подведем итог что мы сегодня увидели и узнали нового но во первых что современная оптика и новые фильтры позволяют нам видеть гораздо дальше чем могла себе представить это наука теперь мы можем наблюдать легко объекты за сотни километров и это не является уже какой-то редкостью второе мы выяснили что фотографии и видео удаленных объектов ни при каком раскладе невозможно получить на google планете потому что google планета имеет параметры шарообразной земли в 12 тысяч 742 километра в диаметре а видео и фото материалы мы получаем с реального объекта земля и так как все объекты находятся в плоскости они на шар глобуса просто не налазию глобофилам предлагаю эксперимент попытаться фотографии дальних объектов гор заливов морей но не знаю там где есть точки за которые можно зацепиться получить ту же самую картинку на глобусе планете я уверен что нервы вы себе потрепите ну и третье может быть основное мы с вами выяснили что никакого преломления то есть рефракции в однородной среде быть не может и экспериментальным путем этого получить нельзя если кто-то захочет опровергнуть это утверждение то ему придется экспериментальным путем показать это на практике он может подливать в кружку холодного горячего воздуха разреженного какого хочет и показать нам как монетка появится из-за края кружки в школе то вам этого не расскажут школе наоборот вам вот такое вот покажет и мозги запудрят поэтому школу посылать меня учиться не надо а я сам сусам причем вы сами видите что вещь то явно очевидная но как уже говорилось чем наглее ложь тем больше в нее верится на редкость поразительный и удивительный материал мы с вами сегодня посмотрели который очевидно и явно показывает что мы видим перед собой плоскость и двух мнений тут быть не может ну а если кто-то будет вас убеждать в обратном не обращайте внимание сами наблюдайте сами смотрите делайте свои выводы помните всегда как вас с рефракцией дурили нет она конечно же есть но она находится на границе двух сред воздушного и безвоздушного пространства поэтому актуально для звезд других небесных объектов но не для противоположного берега залива или не до соседней горы здесь этот фактор отсутствует вы сами все видите что все больше и больше людей понимают вот эти вот вещи то есть проблемы у всемирных управленцев они обширные и разносторонние и вот как им быть чтобы все одновременно решить одним махом они решили сделать как тот голубь до разбросать фигуры по доске насрать на нее и улететь то есть другими словами часть закулисного управленческого аппарата не справляясь с проблемами решила смахнуть фигуры с доски до приложиться этой доской своим оппонентом и потом уже будет поздно кричать позвольте товарищи у меня все ходы записаны то есть я думаю именно вот таким вот макаром закулисные управленцы или часть их решили избавиться от многих проблем которые на них навалились включая проблематику формы земли уж больно часто в последнее время в средствах массовой информации до вплоть до космонавтов космос поднималась проблема формы земли она была настолько актуальна и что с этим нужно было что-то делать и вот такой вот оригинальный но далеко не новый способ помог за кулисью решить и эту проблему тоже окроме всех других но может быть они ее не решили но в любом случае затерли далеко под коврик теперь у людей совершенно другие заботы и мысли в голове но что делать то у них один выход им теперь всегда придется человечество и людей держать напряжение в страхе в непонятке чтобы они не были на расслабоне и не занимались какими-то там исследованиями обострением вируса к осени уже угрожали потом за этим вирусом вероятно будет какой-то другой с большой долей вероятности он же не первый и опасность всех этих вирусов и бактерий будет увеличиваться потому что и медикаментов вроде как против новых вирусов нет а страх как говорится это плохой советчик но хороший помощник при управлении массами значит жути будут нагонять но те которые внимательно будут следить за моим каналом будут иметь возможность получить информацию которая позволит им слушать все эти страшилки от закулисья слегка прищурив глаз и хитро улыбаясь у нас тоже кое-что припасено чая не лаптем щи хлебаем ну вот на этой позитивной ноте хотел бы я и закончить сегодня оценивайте работу пишите ваши мысли в комментариях копируйте ролик распространяйте пользуйтесь в общем подписывайтесь к нам на дискорд или ко мне в контакт ссылочки я оставлю вам желаю весеннего хорошего настроения бодрости духа здоровья конечно и до новых встреч